Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 20 декабря 2016 года, вторник. По одному из старинных, 10-й день Месяца Божественного Сияния и Покоя Мира 7525-го лета, Третьяник. С нами сегодня автор-соведущий Сурьяр. Здравия тебе, Сурьяр! Здравия, Алексей! Здравия всем радователям, кто слушает радио. И мы поговорим сегодня в цикле передач «Школа родовой мудрости» о Каледе. Каледа – достаточно знаковый праздник во всем славянском мире. И вот сегодня со всех сторон постараемся разобрать этот праздник, разобрать, что на нем происходит, как его проводить, как праздновать, какие ритуалы и обряды проводятся. Но надо учитывать, что мы не сможем, естественно, все рассмотреть варианты. Мы будем рассматривать варианты, которые все-таки ближе знакомы мне и ближе знакомы Сурьяру. Итак, пожалуйста, давай начнем с того, что же такое Каледа или Коляда, кто как по-разному называет, и что ему предшествует, и что после этого начинается. Вот как-то, наверное, так. Что предшествует, и что после этого начинается. Да. Ну, извиняюсь, сейчас, секунду, водички за окном. Немножко погода у нас гуляет. Город чуть просадил. Ну, ничего. Бывает. Справимся. Да, справимся, безусловно. Смысл примерно такой, что у нас, как мы помним, в 20-х, 21-22-го числа сентября мы отмечаем родогощ или новолетие как праздник урожая и, собственно говоря, конец аграрного года, конец земледельческого года, по большому счету. С того времени, ну и, если, как немножко все-таки, да, лучше мы начнем сначала, пройдем весь год и вернемся опять к его концу. Ну, собственно говоря, сам по себе год как возрождение жизни, возрождение, как возрождение жизненной силы в небесах, а после небес в светлой земле называется это каляда, время, то, что, к которому мы сейчас подошли. Еще не совсем, близко-близко, но еще не совсем. Ну и, собственно говоря, весь наш кологот или колохот, то, как мы не раз уже пытались прийти к какому-то знаменателю, ну, мне привычнее говорить кологот, если кому-то больше нравится колохот, я не буду возражать как таковую. Соответственно, 25, в ночь с 24 на 25 декабря мы встречаем народившееся солнце каляда. Вот, и, собственно говоря, именно славянский праздник или русский праздник, что для нас, наверное, более понятно, дохристианский, он совершенно четко говорит, что народилось новое солнце. И, собственно говоря, все религиозные системы, по большому счету, включая и часть индуизма, включая и христианство, они все, ну, и сейчас не буду врать, потому что еще какие-то религиозные системы точно так же пользовались этим сроком для того, чтобы обозначить, ну, того или иного пророка, того или иного духовного наставника притянуть к божественным деяниям, обозначив тем, что он родился как раз вместе с солнцем или вместо солнца. И, собственно говоря, как мы помним, даже само христианство к нам пришло под видом даже Бога, как нам дает официальная версия истории, собственно говоря, было обозначено, что Иисус есть и как потому что вот из наиболее сохранившихся веды помарских славян, это Болгария, там, собственно говоря, уже все написание времен двоеверия, когда Иисус, собственно говоря, уже был воспринят как одно из божеств, и часто там пересекаются в некоторых ведах, что и Иисус, и Христос, и Коляда в принципе для них одно и то же, потому что сама легенда, с которой христианство было принесено для начала христианизации нашей земли, как раз то, что Иисус был спасен, то, что собственно говоря, проявление дашь Бога, дашь Бога, и для христиан, как ну христиан простых общинников, это, в общем-то, ничего страшного для себя не слоя, было воспринято людьми достаточно хорошо, и, ну как, не то чтобы хорошо, без каких-то отрицаний, потому что вот тот пантеон богов, которые в разных местностях, которые на Большой Руси были, он все-таки немножко отличался, и если был самообычий, если люди ехали в какую-то другую землю, то там они чтили и славили своих богов, и точно так же чтили тех богов, которые ну в этой местности являются там наиболее значимы для населения, собственно говоря, подобный как бы пример мы находим, и в тех, когда еще вещи Олег в царь играли, то, что купцы клянутся и это самое чтят Велеса, а воины чтят Перуна, и точно так же я говорю, когда люди наши ездили по каким-то другим местам, они славили и чтили своих богов, и чтили тех богов, которые на тех местностях были, поэтому для нас безусловно понятно и ясно, что на рождение солнца это на рождение Бога, потому что предки наши безусловно понимали, что самый первый лик божественный, который мы видим с момента рождения и всю свою жизнь, и понимаем, что, собственно говоря, этот лик был до рождения любого из нас и продолжит свое движение после того, как мы выберем меру своего бытия, это солнце, и, соответственно, так как предки наши всегда были связаны все-таки с одной стороны с погодными условиями, как земледельцы, и даже те из наших племен, которые были кочевниками и скотоводами, все равно все были привязаны к солнцу, потому что солнце начинает согревать землю, начинает расти трава, ну и, соответственно, все остальные излаки и плоды, те, собственно говоря, чем мы кормимся. Так вот, первый пункт нашего коллагода это нарождение коляды. Потом проходит определенное время, и мы приходим через три месяца практически ко времени весеннего солнцестояния, когда день становится равен ночи, и в это время мы уже объявляем, что коляда молодой, силы набравшись, ярым стал, ярое солнце возьмите донцы, возьмите стрелы во все пределы, и мы уже славим то солнце, которое уже начинает припекать, которое уже начинает топить снега, и, собственно говоря, это второй удел коллагода наступает, и точно так же он длится три месяца, потом наступает во второй половине июня, там, 21-22 числа, время купалы, когда уже ирила, наирившись, потому что промежуточные праздники между комоедицей, масленицей и купалы ирила вешней, это когда ирила уже землю согрел и начинает ходить женихаться, собственно говоря, выбирать себе невесту какого, такового, но невеста у него естественно одна, это земля, просто он еще недостаточно силен, еще недостаточно зрел для того, чтобы совершить то, что делает добрый муж и добрая жена, то бишь зачать дедушек, но приходит время после Ирила и вешнего купала и соответственно Ирила становится уже и купалой и даже богом одновременно, потому что по некоторым традициям купала выделяют как отдельное божество, но просто купала по тому ходу и тому виду, который мы придерживаем, это полнота света, купала, купа, полнота света, которая собственно говоря и обозначает то, что солнце находится в своей самой высшей точке, поэтому две основные точки коллагода первичные это вышние, это лето купала и нижняя точка это коллагода, там где солнце в какой-то момент как наши предки считали и собственно говоря в той или иной мере мы придерживаемся этой версии, потому что несмотря на прошедшие эти столетия и тысячелетия мы все-таки не забыли то, что и не потеряли ощущение того, что мир вокруг нас он живой, он живет своими ритмами и мы с этим миром взаимодействуем почему наши предки как говорил уже не раз они очень внимательно относились ко всем природным процессам и собственно говоря первичный наиболее доступный для нас процесс это конечно движение солнца по небосводу с утра до вечера с весны к лету с лета к осени с осени к зиме ну вот такое вращение вечности которое символизирует с одной стороны и наше пребывание здесь а с другой стороны включает все небесные и земные силы которые движутся в общем-то в вечности поэтому после Каляды после Каляды после Купалы то есть мы движемся следующая встреча у нас Перун праздник Перуна встреча это один из второй четверицы нашего Калаврата Восьмистичного и наступает время Родогощи или Новолетия когда Дашь Бог уже соединившись с землей дал нам урожай он принес нам то что мы от него ждали то о чем мы его просили на Купалову на Ирилу Вешнева на Камаерице потому что когда земледельцы жили в то время хоть и было общинно и хоть бывали те времена когда урожай был не очень и собственно говоря было очень важно пережить зиму почему с такой радостью такой ярой силой таким воодушевлением наши предки всегда праздновали Камаерицу Масленицу потому что считалось что уже перевалили зиму и собственно говоря осталось дождаться первых ростков и собственно говоря все будут живы и здоровы поэтому двигаясь дальше после Купала я говорю мы приходим к Новолетию и соответственно Дашбок там становится Хорсом Хорсом это четвертый лик Свинтовита как вот он начинается Калядой продолжается Ирилой третий лик Дашбок Купала и четвертый лик Хорс все вместе они являются Свинтовитом ну и собственно говоря после Новолетия я говорю день становится все короче ночью все холоднее и день тоже становится холоднее в какой-то момент после Покрова это где-то в начале октября большая часть летних духов которые с нами взаимодействуют и на обрядах и там травничьи зверичьи лютичь которые множество духов которым обращались наши предки и собственно говоря мы не внушаемся своих заговоров приговора к ними обращаться и как-то даже по-своему может быть их задоблить и в то же время понимаем что они все время нас угружают и жизнь наша продолжается и почему когда после Покрова большая часть духов уходит наступает время богини темной ликом время Мары которая собственно говоря начинает подбирать то что уже отжило свое в этом мире почему как правило в это время в начале ноября мы проводим обряд который посвящен именно богине Марии собственно говоря те у которых накопилось много в этом году чего-нибудь не того что бы им хотелось может быть какие-то болезни может быть какие-то неприятности может быть какие-то ненужные события они с этими своими событиями приходят на этот обряд и собственно говоря отдают Марии то забери то что есть твое наше остави нам и это один из важных обрядов один из важнейших тоже ключей коллагода почему потому что наши предки знали очень четко понимали что есть время светлое и есть время темное и они не говорили что темное оно плохое и собственно говоря никак оно ни на что не годится они просто воспринимали это тоже как данность как часть жизни и понимали что если есть те боги которые помогают нам на свету то есть и боги есть и силы которые собственно говоря могут быть для нас проводниками в темное время и даже в общем-то во тьме вот когда уже заканчивается практически день идет к самому короткому своему завершению наступает то что вот у нас буквально случится завтра наступает карачун то бишь свинтовид собравший все свое в коллагоди отправляется в ино то бишь в иной мир там где он с одной стороны растворится как очередной свинтовид дабы народиться снова калядой но через три дня когда на как он говорит на 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 подскок на три дня пройдет и уже будет с нами каляда вот собственно говоря это так если короткий экскурс нам представить ну я не думаю что я особо что-то новое сказал но бывают что люди сами читать не хотят ну даже пересказ по крайней мере позволит людям приблизиться к тому что есть Алексей да я думаю что мы сделали некий обзор только вернее ты сделал некий обзор потому что если человек интересуется тематикой то так или иначе он нечто подобное уже где-то или слышал или читал или видел мы все-таки просто больше напоминаем наших передачах и даем какие-то направляющие на мой взгляд это так выглядит а не то что мы прям берем на себя миссию вам подробно наши радиослушатели рассказать вот каждый шаг каждый там день как что надо делать в нашей жизни такой мудрости вы от нас не дождетесь да я думаю что такой мудрости вообще нет кого невозможно дождаться это уже излишки наверное надо человеку помогать чем-то разбираться а не вести его за ручку по его же жизни мне видно так вот давай теперь коснемся такого момента ты упомянул такие названия как дашь бог ерила солнышко которое нарождается хорс я как-то видел такую интересную статью и мне она понравилась своим рассуждением о том что христианский иисус он называется христос по-гречески как направленный для спасения или мессия еще перевод для спасителя ну да направленный не просто так посланник не послали же у кого-то чрезвычайного посла а посланник с какой-то определенной целью или там по-еврейски мессия или как-то еще и так далее то есть это некие послания для того чтобы кого-то спасать то есть просто по-русски переводится спаситель так вот сокращенно если читать внимательно то написано хрс ну тогда еще т добавляется хрс и т так вот если мы рассматриваем какие-то древние писания то там присутствуют в древних писаниях уже двоеверческого периода то там присутствуют упоминания о хорсе но они тоже упомянуты в сокращенном виде хрс иногда добавляют т и получился очень интересный такой момент если мы внимательно обратим обратимся к этому что потихонечку была сделана сначала такая перепланировочка в нашем завете было все упрощено остался хорс потом дальше достаточно было или поменять одну буквку убрать или просто ничего не убирать как бы так сказать ну вот хорс он и есть христос как бы все сошлось то есть почва была подготовлена и потом вот христианство вполне свободно вполне спокойно вернее не само христианство а проповедники христианства потому что очень часто христиан сравнивают с христианством а христианство сравнивают с проповедниками на мой взгляд все-таки это не совсем правильно есть институт христианства есть в нем активные проповедники или учителя а есть прихожане или паства которые христианами христианами себя называют. Но причём многие из этих христиан даже никогда в руках Библию не держали. Просто они себя называют, потому что это так принято у них в окружении, потому что в семье так называли, потому что в обществе так называют. Поэтому я бы не стал объединять всё это вместе. Но вернусь к тому рассуждению, которое я начал изначально. Так вот, проповедники или институт христианства потихоньку делали бросы. Где-то что-то убирал, где-то что-то дописывал, где-то что-то переписывал. Доходило до интересного, что в древние рукописи вклеивались новые листы. Не буду сейчас пальцем указывать. Я думаю, что каждый, кто захочет, найдёт такие рукописи, где просто вклеены новые листы. Они отличаются по формату, содержанию, по надписям, рисункам и так далее. Поэтому со временем сначала было упрощено наше представление о том круге, который ты сказал. Были убраны некие действующие персонажи, переходящие название одно в другое. В конечном итоге остался Хорс, который очень хорошо подходил под Христос. И получилось так, что у нас Рождество Солнышко, у нас Рождество получилось Хорса по христианскому направлению, а потом христиане просто сказали, вот Хорс – это тот же самый Христос. И получилось так, что Дождь Бог, и Хорс, и Солнышко – это всё вместе объединилось, получился вот такой Христос. И если мы посмотрим, и Дождь Бог был спасителем, и Хорс помогал очень многим, спасал, да, и Солнышко спасает нас всех, тоже всех, как бы так, по ихнему представлению, тоже спаситель, тоже спасает. Вот, поэтому вот такая интересная подмена произошла. Хорошо или плохо, наверное, мы с тобой рассуждать не будем, это не в нашей компетенции, наверное, да, мы можем только свои какие-то точки зрения высказывать, а давать какой-то уже там вердикт, мы же всё-таки не судьи, наверное, не будем. Но вот на это я как-то в этой статье обратил внимание, мне она показалась достаточно складной. Что ты скажешь по этому поводу? Ну, статья-то имеешь в виду то, что вот это изложение, самое статье, которую ты сейчас... Конва, да, конва, что Хорс, потом... Ну, собственно говоря, да, я примерно тут не... примерно в том же ключе излагал сейчас, потому что, с одной стороны, да, статей этих много, но, как мы понимаем, что сама вот история, которая ещё придерживается до сих пор часто официально-историческая наука, она всё-таки имеет очень большие прорехи в своём цельном понимании. А даже опираясь, если вот даже глядясь сегодняшнего дня, да, мы смотрим на прошлое, мы видим огромное количество несостыковок, потому что, вот, как бы свойственно народу было веселиться, радоваться и, собственно говоря, приветствовать солнце, приветствовать природу, ну и, собственно говоря, все проявления жизни воспринимать с максимальным размахом. Почему все эти велики дни, кола года, наши предки праздновали их минимум неделю, а так вообще полагалось практически до двух недель. Там даже на Купалу, как бы специально делали первый селенокоз, да, и потом делали перерыв, и потом продолжали эти самые сельхозработы свои, земледельческие работы, для того, чтобы была возможность максимально соединиться. Поэтому мы понимаем, что когда такому весёлому, бодрому и, в общем-то, живущему, в жизни утвердающей идеей, народу предлагают начать скорбеть и признать, так сказать, себя как бы произошедшим от греха, то там очень много возникает несостыкованок. И поэтому доброго отношения к самой доктрине наверное, не было. Почему? Как я уже, наверное, не раз обращался в эфир, всё-таки достаточно долго, даже после того, как была утверждена христианская доктрина, было до иверии. Собственно говоря, но до реформы Никона как бы чуры точно так же стояли и в церквях, потому что церкви стояли в местах старых кайпищ, и, соответственно, те, кто поклонялся Христу, туда приходил, видел чок Христа, кланялся ему, тот, кто поклонялся кому-то из наших древних богов, точно так же приходил в эту церковь и отправлял. И обряд, собственно говоря, был един до того момента. И сейчас в той или иной степени мы опять движемся к той же позиции. Но не в том плане, что мы обязательно должны... Прерывание произошло у нас со связью с Урияром. Сейчас мы попробуем восстановить связь и пока, наверное, давайте я включу какую-то музыку. Алексей, все, я уже включил. Появился ты у нас, да? Да-да-да. Хорошо. Музыку включать не буду. Продолжай. Ну, давай. У нас еще полчаса, а потом музыку все-таки включим. Хорошо. Поэтому слышно меня сейчас нормально, да? Да, слышно. Конечно, слышно. Ну, и, соответственно, как касается... Я говорю, сейчас мы не... Наверное, не претендуем на то, чтобы оказаться в церкви в одном обряде с людьми, которые почитают Христа или Иисуса как единственное божество. Мы просто говорим, у вас таким образом вы славите божественное, ничего страшного в этом нет, если вы не мешаете другим славить божественное, так как им кажется более приемлемо и более подходяще. Собственно говоря, то, о чем мы не раз с тобой в эфирах как раз касались, вот этой темы, что у нас нет противостояния как такового, потому что сама по себе формула, она достаточно объемная и в то же время проста. Живи сам правильно и не мешай жить другим. Вот и все. Примерно так. Поэтому, как мы понимаем, как правильно определяется наша жизнь. Если жизнь наша, я говорю, наполнена светом, наша жизнь наполнена радостью, если мы вокруг себя видим здоровых, веселых детей, если мы вокруг себя видим красоту природы, красоту мира, если мы друг с другом взаимодействуем и, собственно говоря, от этого взаимодействия точно так же возникает радость и веселье, то я считаю, что мы находимся на правильном пути. И в этом наша задача, в этом смысл нашего сохранения. Это что касаемо. Поэтому, как наши предки, почему ключевая, все-таки, один из ключевых праздников важнейших, это вот каляда, или там вся эта калядные, там две недели практически. Почему это так важно? Потому что та семантика, обрядовая всех действий, она достаточно широка и объемна. Мы сейчас большей частью все-таки пользуемся тем, что досталось нам именно уже от быта писания или бытовое, скорее, как бы сельской местности, не имеющие условно в себе какие-то глубинные духовные корни. Оно, с одной стороны, имеет, но я имею в виду нет описания полноценного. Но это не умаляет сам по себе праздник, просто саму семантику, вот это внутреннее наполнение, смысловое, всех этих обрядовых и праздничных дел, мы с одной стороны понимаем во многом, а с другой стороны и должны восстанавливать вот это понимание. Потому что, как говорится, мы не зря часто упоминаем, там ночь сварога, вечер сварога, день сварога, утро сварога. Ну, это как раз уже скорее вселенские циклы, нежели циклы дневные. И, соответственно, как мы смотрим на меру бытия человеческого, то, что вот рождается человек, он становится младенцем, через какое-то время он становится юношей или девушкой, исполняется ярой силой, через которую там жизнь пытается утвердить себя. Мы все знаем, что молодежь, собственно говоря, очень четко чувствует несправедливость и неправду и старается по мере своего понимания как-то свою правду в жизни утвердить. Точно так же вот этот цикл перехода с младенчества, как юнаки, отроки, юницы, когда они уже заглядывали друг на друга или, собственно говоря, где-то выбирали, как будет у них складываться жизнь, куда они пойдут и кто-то из них вполне окажется в более близком взаимодействии, то, что называется, семьей с супружеском. Вот. И как бы следующее, да, точно так же, когда мужчины или жены входят уже в зрелость, когда они уже способны быть полноценными родителями, это вот время дашь Бога, время земли матери, которая становится плодоносящей, и там уже, где обретается мудрость, это время новолетия или святовита хорса, когда полнота понимания такова, что человек уже прошедший большую часть жизненного круга, осмысливает то, что было, потому что прошедшие как бы прошедшие этапы жизненного пути принесли ему там или достаток, или болезни, или проблемы, или полный дом детей и внуков, и дом полночаша, и он как бы уже наслаждается своей жизнью. это время осмысления, время осмысления и подготовки к переходу, потому что, как мы понимаем, сейчас совершенно четко, что наши предки никогда себе не ограничивали понятием одной жизни, потому что смысл как раз в том, что коло вращения жизни, откуда, собственно, слово коляда, коло делающее, коло вращающееся, оно говорит, что жизнь продолжается, и, соответственно, вот эта вот сама ситуация, почему я говорю, есть верхний класс традиции, бытовой свойственной большей степени сельской местности, почему, потому что в городах она была в большей степени разрушена, бытовая традиция, сельской местности, она где-то частично, где-то в достаточно большой полноте была сохранена, но вот эта вот смысловая составляющая, она должна все-таки быть более четкой, более понятной, потому что как любая традиция, которая не поддерживается, она постепенно теряет свои смысловые составляющие и остается вот только некая внешняя форма. Вот, плюс к Каляде, почему еще такое время, потому что как раз считалось, я говорю, после покрова, после того, как вот Мара вступает в свои права, она до, собственно говоря, до весны в той или иной степени управляет большинством событий нашей жизни, почему там множество как бы делали оберегов, множество делали заговоров для того, чтобы не было падежа скоты, скота, домашних животных, все прочее, точно так же были многочисленные заговоры от болезней, ну и, соответственно, наши предки практически все зимнее время топили печену, потому что других вариантов не было, можно было иначе замерзли, но этот огонь был не просто огонь для отопления, это был всегда символ того тепла солнечного, который, в общем-то, через непродолжительное, может быть и продолжительное, для кого как это тянулось, время скоро вернется к нам, поэтому, когда люди зажигали огонь, почему я говорю, в любом деревенском доме у нас вот та женщина, которая зажигает утренний огонь для того, чтобы испечь хлеб, кашу, накормить свою большую семью, она является жрицей домашнего очага, она зажигает этот огонь для того, чтобы отогнать духов, которые были во тьме, ну и, собственно говоря, затеплить очаг, чтобы в доме было тепло и чтобы пахло и дождь, чтобы дом был жив, почему, говорит, топка печная, это и есть символ жизни, символ, как бы, духа дома, и точно так же, поэтому, я говорю, когда человек проходит вот свои четыре партайса, он должен готовиться, почему у нас и отправка через крабы, что мы должны все бренное то, что является в этой жизни, включая наше тело, оставить и, собственно говоря, налегке взойти каждый по мере на свои небеса для того, чтобы соединиться с предками своего рода, кому-то может подняться славяк. Вышнево. Алексей? Да, я хотел еще добавить к тому, что говорил прежде по поводу замен, как раз пока ты говорил, так одним глазом смотрел за чатом, вторым глазом кое-что смотрел в браузере и еще одно время слушал, так вот, нашел интересную такую сноску, что на древних иконах иногда встречаются такие надписи по обеим сторонам от фигуры спасителя надпись под титулами, ну, кто-то знает, что такое титул, наверное, объяснять не буду, три буквы и и и и как с точкой, потом дальше и понятно, как сейчас современная из С три буквы, а с другой стороны Х, Р, С буквы Т нет, вот о чем как раз и говорю, а над головой нимб, вот и получается, нимб изображает, сейчас говорят, что это святой, на самом деле изначально это было показатель свечения, который исходит от народившегося дождь бога или хорса по-разному, опять же, в разных традициях это называли, или означает солнце, а ХРС, это вот, может быть, как раз то же самое хорс, потом нужно было просто чуть-чуть добавить, чуть-чуть исправить, и получилось все, как оно есть, так что, вот, та статья, которая когда-то была прочитана, вот, имеет подтверждение и в иконах. ну, даже если не надо особо далеко ходить, по большому счету, вот, старые церкви, которые, особенно это хорошо видно на Киево-Печорской лавре, все-таки старые кресты, как символ дождь бога, они восьмиконечные, четыре основных и еще четыре луча поменьше. Вот это символ дождь бога, собственно говоря, почему, как я уже говорил, что одно из толкований, собственно говоря, мне оно все-таки ближе всех, вот, этот, даже крест, я говорю, потому что купол, это купола с варгом, золотая, крест восьмиконечный дождь бог, внизу, как бы, вот, часть кола, с одной стороны, а с другой стороны вторая позиция, что это все-таки та лодка, по которой свая, это самое сурья солнца, наша, и по сварге золотой движется, это, собственно говоря, и есть полностью древний ведический, языческий символ, вот, этот крест восьмиконечный с лодочкой внизу, поэтому, когда мы, допустим, в любой церкви или у тех, кто там у них в христианских конфессиях должен отвечать, спрашиваем, что такое, как правило, ответить, они ничего не могут, это, типа, христианство придавило мусульманство, или, это, как бы, женское начало, это луна, это, это Богородица, ну, короче, показания всевозможны, но ни одно из них не дает цельной картины, а если мы, как бы, знаем нашу историю, как бы, этимологию тех символов, на которые мы опирались, но, как раз так и получается, восьмиконечный крест, это даже болт, безусловно, внизу лодочка, это, вот, купол золотой, почему золотой, потому что сварга золотая, чему купола, собственно говоря, и стали делать, чтобы вот эти два символа, потому что мы прекрасно знаем, что большая часть тех праздников, которые внесены в церковный календарь РПЦ, они точно так же были праздниками древнего ведического, там, языческого культа, который, ну, нашего родового обычая, который на нашей земле был просто в Маккорстово, Параскево, и Пятница, и там, Велес, Ласи, ну, и, как бы, перечисление, оно длинное, собственно говоря, в интернете, слава богам, этой информации достаточно для того, чтобы люди уже все-таки начали воспринимать и с большим почтением относились к вере, к обычаю своих предков, а они считали, что, как бы, славяне ничем особо не отличаются от обезьян, упавших с дерева и сломавших хвост, как там один из деятелей церковных как-то излагал. Ну, да, 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 и еще я видел на старых церквах, которые, на самом деле, старые, очень интересные изображения креста, вот в том числе, как и ты сказал, где восемь лучей, но еще есть когда крест, а вокруг него кружочек, причем кружочек, он вокруг перекрестия, но не выходящий за пределы креста, как будто вот солнышко из центра выходит. Это старый символ, да, старый символ, совершенно именно дашь бога тоже. Так что все, так что все сходится, сходится, сходится. Так, давай поговорим про то, что же такое карачун, или кто такой карачун, потому что вариантов карачуна, начиная от слова Дед Мороза и заканчивая неким навником, огромное количество. Будет вам, говорит, всем, карачун. Да, карачун тебе церетель, помните, да, Филин? Да, карачун. Ну вот, в языке у нас это слово, оно есть, но мы, как сказать, я имею в виду в общеупотребительном светском языке, но мало кто. Все помнят, что карачун это конец чего-то. Типа, карачун тебе будет, поэтому так и говорят. Ну, это как раз вот этот момент, когда солнце, прошедшее кологор, прекращает свое бытие, почему, вот я говорю, свинтовит, собравший четыре лика проявления Ирилы, уходит в Ино. Ино это как бы запредельные миры, условно, можем назвать небеса, тут нет противоречия как таковое, для того, чтобы проявиться через и получается, что старый проход уже почти перестал действовать в небеса, а новый еще не проявился, то бишь, он еще не освещен и не виден, потому что коляда еще не проявился как таковой, и поэтому вот эти вот дни считаются с Карачуна до коляды 24-25-го, вот эти три дня, это считаются как бы самые практически темные дни с большой надеждой, почему волхвы, ведуны, священно обрядадеи, которые были, они в это время практически непрестанно жгли огни, жгли огни вот эти три дня, сейчас так мы не делаем, потому что ну как бы нет, еще пока не набрались мы такой силой, чтобы было так много дров, я так скажу, вот, но я думаю, что это недалеко, я в этом собственно говоря уверен, безусловно, когда мы большую часть смыслового обряда все-таки восстановим, и наши люди смогут полностью приобщиться, потому что нам это необходимо, но а так если мы опять смотрим на условно вселенский какой-то масштаб этого события, потому что как в неких там частях древнего писания то, что нам дошло, что да, всемирие оно было не всегда в том виде, в каком оно видится нам, оно возникает и исчезает, и собственно говоря, короткая позиция, почему для всех нас, кто следует путем родового обычаи, очень важно проживать глубинно вот эти все события, почему, потому что одно дело как бы возрадоваться там, на как бы вот щедрец там, в 30-31, на 1, допустим, января, щедрый вечер сделать, это показать всем предкам, богам, что мы имеем щедрый стол, что мы готовы со всеми поделиться, и мы входим в зиму с достатком, не скуля, не плача, там, что у нас было, допустим, может быть, несод урожая или еще что-то, а мы щедры, потому что, как я говорю, основная суть наших обрядовых деяний, наших требов, то, что мы всегда благодарим за то, что у нас есть, и только, так сказать, когда какая-то, может быть, совсем лихая година, наши требы, ну, как бы, немного обращаются за помощью, а так мы в этом плане вполне себе дееспособны, потому что, как мы говорим, род земной, род небесный в единстве пребывает, в единстве пребывает все мире единое созидают, мы на земле, а не на небесах, и как бы в едином коне, в едином ходе это все происходит, поэтому они нам помогают, мы требу приносим, мы деяние свое совершаем через то мысль делом добрым небеса наполняем, вот, как примерно формула нашего бытия, поэтому Карачун, как таково, это конец Святовита, нынешнего коллагодного, который отправляется в Индии, и остается время переждать, настроиться, почему в эти дни гадают, в эти дни там, недавно, буквально на днях, обратились люди, говорят, ну вот, раньше же не могли писать, а сейчас же мы можем писать, тут же, говорит, сейчас будут, и старый уходит, Святовит, с ним можно передать письма каляди, я говорю, ну, наверное, можно, это как тоже Дед Мороз в данном случае для вас будет, он каляди передаст, и как напишите письма, ну, на самом деле, не так давно Алексея мы видели, приезжал Витун с Дальнего Востока у нас, он очень хорошую описал традицию, обычаи, избавление от порока, то, что вот я сегодня в эфире упоминал, то, что мы делаем обряд почитания Мары, избавляемся от того, что нам не надо, для того, чтобы освободить свои мысли, освободить свои сердца, освободить свои руки для принятия нового, точно так же он, в общем-то, рассказал хорошую часть обрядовую, хороший смысл обряда, что в это время мы должны найти те пороки, те наши, в общем-то, не особо хорошие качества, которые мешают нам двигаться дальше по пути духовного просветления, по пути духовного преображения, потому что как бы мы не упрощали все наши действия, все как бы переводили их чисто на бытовую почву, просто надо не забывать, как мы уже не раз и в эфирах касались, что все-таки каждый из нас состоит как минимум из три единства тело, душа и дух, то есть для тела одно веселье и удовольствие, для души другая, радость, а для духа есть безусловное деяние свое, и соответственно мы должны позаботиться о том, чтобы и тело наше было в радости и в удовольствии, и душа наша возрадовалась, почему, потому что как бы сама по себе еще один из важнейших элементов калиды, он в чем заключается, в калидовании, как все наши наверное помнят, знают, и может в детстве, может и в более взрослом возрасте не рад с этим заниматься, причем калидование оно как бы имеет условно говоря три волны, сначала ходят дети, вот, и дети, собственно говоря, куда ходят, кричат, ну и просто угощают, это как бы первичным, и считается тот, как раз малые духи добрые вместе с ними ходят, и кто детям отказал в простой сладости, которую они могли бы взять, там пироги, конфеты, там что-то еще, тот может отводить от своего дома добрых духов, почему всегда детей встречали с радостью и что-то еще, потом уже как бы следующей волной идут уже молодежь поруки, и там уже они наряжаются во всевозможные как тулупы, вывернутые наизнанку, маски с рогами и все прочее, и ходят уже как темное время, и сейчас хозяин должен откупиться темного времени для того, чтобы светлое время перейти уже как бы заслуженно. Это вот вторая волна, поэтому там достаточно много интересных вокруг именно самих колядок очень-очень много событий, и какие надо слова говорить и хозяину, какие слова надо говорить людям, когда подходят девушки, когда подходят юноши, потому что все. Ну, а потом уже как сказать время, когда идут взрослые люди, ну, они уже как встречаются с хозяевами, уже со своими пожеланиями приходят, и там просто происходит угощение этого, гости, и так вот продолжается по большому счету до щедреца, вот щедрого вечера, потому что коляды, они не заканчиваются одним днем, как нынче мы празднуем, они продолжаются в течение минимум пяти дней, не торопясь, потому что все ходят, с одной стороны ходят гости, с другой стороны, если коляд народился, когда следующий элемент, там уже великое празднество, великая радость, почему? Потому что если мы разбираем как бы обычаи более глубоко, более объемно, то мы понимаем, что вот этот элемент, он несет в себе очень большую духовную составляющую, что да, темное время, когда власть в мире в большей степени принадлежит темным богам, темным силам, которые опять же не объявляют. Обрыв связи. Так, видать у нас опять какое-то прерывание, немножко еще подождем, восстановление связи идет. Напоминаю, что вопросы мы принимаем в чат в радиоэфир принимаем из чата Народного Славянского Радио. В чат вы можете попасть очень просто, набираете в любом поисковике Народное Славянское Радио. Дальше сайт slavomir.org на сегодняшний момент пока это основной адрес. И дальше на сайте вы ищите слово чат. Заходите в чат по ссылке, после чего придумываете себе логин и пароль, указываете e-mail, если еще не зарегистрированы. И если уже регистрировались, то в этом случае указываете тот логин и пароль, который ранее при регистрации указывали. Есть одно маленькое у чата неприятное явление. Он не очень любит современные e-mail, где очень много разных символов непонятных для него. Поэтому иногда бывают ошибки, он говорит, что не может зарегистрироваться. В этом случае, пожалуйста, присылайте ему тот e-mail, который для него более простой, без каких-то там интересных знаков, символов, где просто указано ваше, грубо говоря, имя, и mail rule, и яндекс rule, и что-то еще. То есть для этого можно зарегистрировать простой какой-нибудь e-mail. сурьярт с нами? Да-да-да, я здесь. Хорошо. Пора продолжить, да, было прерывание, я воспользовался этим прерыванием, чтобы напомнить про чат. Слышал. Ну, собственно говоря, я уже про вот эти калядные дни, когда начал немножко рассказывать, но смысл примерно в чем, как у мусульман там есть понятие милостини, но оно все-таки уже более позднее. Тут смысл как бы наших калядных дней, то, что ты должен показать, что ты бодр, то, что у тебя достаток, что у тебя есть поделиться, потому что как бы все приходящие, как вот я говорил, три волны, там, дети, молодежь и взрослые люди, они все приходят с вопросами, все как идут от силы одновременно и темной и светлой, почему вот эти, когда особенно молодежь, там, бывают условные битвы там, у того или иного дома, там, одни олицетворяют собой как бы еще темную сторону, а другие уже светлую нарождающие, вот они как бы бьются вокруг дома, и хозяин кормит и тех, и других, ну, такие разыгрывают представления, ну, как мы говорим в любом деле, есть некий символ, но с одной стороны символическая составляющая этого представления в том, что, да, человек должен всегда помнить, что есть в мире и темные силы, и светлые, и теми, и другими, хочет он или не хочет, ему приходится взаимодействовать, и поэтому человек разумный, как сказать, сам себя настраивает так, чтобы при любом взаимодействии он, в общем-то, не был в печали, не был в убытке, примерно так. Алексей? Я хочу еще поведать об одном интересном действии, которое тоже может проводиться на Каледу, к сожалению, я о нем практически ни от кого не слышал, то, что ты рассказываешь, это развернутое такое представление, потому что очень часто, как ты правильно заметил, или идут детишки, которые поют какие-то простенькие калятки, где очень много христианского на сегодняшний момент часто бывает, и потом идут парубки, потом уже взрослые люди, и парубки могут дурачиться, одевать на себя различные хари, маски, одевать наизнанку вещи какие-то, рога приделать и так далее. Вот. Это все очень хорошо проявлено до сих пор в некоторых селениях, но вот я хочу поведать еще одну версию. Надеюсь, что она будет интересна, и массовики-затейники сегодняшние наши заводилы, которые заводят хороводы, они, может быть, сделают такую мистерию более расширенно и упорядоченно. Заключается на следующем. Известно, что есть такое предание, когда темные силы утаскивали все в полон наших пращуров, и до того они оборзели, обнаглели, что, в общем-то, уже в большом количестве их туда утащили, и там проводились с ними всякие эксперименты, ну и, в общем-то, надо было уже кому-то вмешаться для серьезных с ними разборок. И так случилось, что бог Перун своей дружиной прибыл на землю, зашел в гости к этим товарищам, брался с ними, устроил там, как бы сказать так, веселую вечеринку, так, чтобы мало не показалось, освободил наших предков, стал их выводить, и вместе с этими предками оттуда из пекельного мира стали высказывать всякие нежити, нелюди и прочие существа пекельного мира. Естественно, что когда последний человек оттуда вышел, то этот предел был завален горами кавказскими, как указывается в этом писании, и, в общем-то, туда проход был закрыт. Нечисть-то разбрелась по свету, они остались без предводителей, не знали, чего делать, а наши родичи в этот момент встречали своих родственников, просто хороших людей, и праздновали по всей земле, установился праздник. А вот эта нечисть, она прибегала для того, чтобы жрать-то хочется, прибегала, чтобы попросить что-то, и им давали со столов, чтобы они только не мешали праздновать и убирались. Делось празднование какое-то время, и после того, как все это закончилось, Перун пришел, ну и всех, в общем-то, разогнал. Кого-то добил, кого-то отправил в иной мир через раскрывшиеся врата и так далее. В общем, был наведен порядок. Все это предание рассказывать не буду, кому интересно, прочитайте, я думаю, найти это достаточно просто. Так вот, возвращаемся к каляткам. И если следовать по этому преданию, то получается примерно следующая история. Когда команда собирается молодых людей, где могут быть совсем маленькие, парубки, и такие люди уже близкие к замужнему периоду женатости, вот они разбираются на две части, разбиваются команды на две части. Одни изображают темных, пекельный мир, вторые изображают дружину Перуна. Темные, естественно, рядятся вот в эти вот самые маски, рога на себя цепляют, наизнанку одевают тулупы и идут во двор ближний, начинают стучаться в окна, в двери, ломиться, сначала начинают просить, потом начинают требовать, пытаются юрки залезть в дом, какие-то угрозы кидают, если вы нам не дадите то-то, мы возьмем вас то-то, если не дадите то-то, мы сожжем вас то-то, детей украдем, ну, в общем-то, хорошего конечно хозяев, хозяева, что мы уже в мешок накидали, но те продолжают выставить, и на помощь приходит дружина Перуна, которая отличается, естественно, от первых, чем у них на шесте символ, какой-то знак, солнечко, это может быть какой-либо солярный символ, это может быть что-то такое полое внутри свеча, то, что может светиться, и впереди идут, к примеру, медведь может идти, коза может идти, ну, ряженые, понятно, не сами медведи и козы, может быть даже волк в дружине, сзади тут уже люди, они встают между нападающими и между хозяевами дома, и начинают давать отпор, развивая, разыгрывается такая мистерия боя, где, естественно, свет побеждает и быстренько эти темненькие уходят, рокируются, а хозяева в благодарность дают тоже какие-то пирожки, что-то еще вкусненькое, взамен же дружина Перуна поет какие-либо славления, как богам, так и хозяевам дома, хорошие пожелания, если, к примеру, еще молодые люди, то желают достатка в детях, если уже детей достаточно, то достатка в доме, и если это совсем уже старые, то достатка, естественно, в здоровье, после этого прощаются и идут, в то время, пока дружина Перуна вот таким образом общается с хозяевами, те уже ребята темные у соседнего дома и начинают там разыгрывать свое буйство в очередной раз, хозяева опять вызывают дружину Перуна, те приходят, разгоняют, наводят порядок и так далее. В конечном итоге, чем это заканчивается, когда они прошли по основным домам, где можно было чем-то поживиться и чем-то что-то пожелать хорошее людям, они идут, как правило, на съемную какую-либо квартиру, ну, в данном случае не квартира, а дом, и там вываливают из мешков все, что накалядовали, угощают хозяев этого дома, сами веселятся, и вот таким образом они уже встречают свои калядки. Вот такого я еще пока не видал. Разрозненные какие-то моменты или какие-то мистерии просто борьбы света с тьмой я где-то еще видел. Вот такого развернутого я пока еще не встречал. Но это как бы моя версия, которую я вот сейчас в нашем эфире выкладываю, и в дальнейшем еще у нас будут эфиры, там тоже мы ее разбирали. Нет, имею право существование. Я с тобой перерыв, Алексей. Да, давай мы сейчас прервемся, чтобы ты смог горлышко промочить, немножко от кашля отойти. Небольшая будет пауза, вот как раз послушаем ансамбль «Белый камень», обрядовая песня «Украинская калядка». вы как раз услышите то, как калядуют на Украине или калядовали на Украине до недавнего времени. Вы слушаете Народное Славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 20 декабря 2016 года вторник, по одному из старинных десятый день Месяца Божественного Сияния и Покоя Мира 7525 лета. Третьейник. В череде передач «Школа Родовой Мудрости» мы рассматриваем каляду или каляду, как кому больше на ваше усмотрение. Автор соведущий Сурьяр. Мы рассказали о многом, что связано с калядой, что связано с корочуном и, наверное, может быть, нам стоит поговорить о том, а какие-то вообще обряды, кроме калядок, проводятся в эти дни. Может быть, есть какие-то действия на капище, может быть, есть какие-то священные действия внутри родов, может быть, есть какие-то действия внутри семьи. Вот об этом поговорить, на мой взгляд, надо. Так что предлагаю рассмотреть этот момент, чтобы не ограничиваться только калядками. Ну, понимаешь, как сказать, не раз уже говорили, в принципе, эта формула никуда не делась, что в какой-то обрыв связи становится духовной практикой, или в нашем случае все становится обрядом. твоим безусловным подношением мира, твоим безусловным приношением высшему. И, соответственно, так как по варновой составляющей, по уровню духовного восприятия, каждый по мере своей способен называть. Ну, немножко этого коснуется, но в большей степени, конечно, нам сейчас важно и интересно вот именно бытовая составляющая, как я упомянула уже, вот этот промежуток не откорочена до явления коляды, да, они, с одной стороны, жизнь как составляющая волху и дуны, то, что они жгли постоянно огонь для того, чтобы поддержать, считалось, что это самое практически темное время, старое солнце прошлого года уже нас покинуло, а новое еще себя не проявило. Вот, и все, и то солнце, которое восходит, это как бы отголовки, это еще не само солнце, а именно только вот на один подскок три дня прошло, и тогда солнце становится именно колядой, и приветствует. Поэтому смысл такой, что самое важное для себя, ну вот чисто мы используем такой духовной практикой для каждого. В этот момент, да, надо разобраться с тем, что было в этом году неправильно. Это то время, которое каждый из нас может сосредоточить именно для очищения своего и для и для своего духовного рода. Это внутреннее сосредоточение. Слово сосредоточение, а это именно наше слово, потому что в эти дни как раз между Корочуном и колядой надо сосредоточиться на себе, на своих делах на прошедшем году, потому что если мы не имеем осознанного взора в свое прошлое, то прошлое для нас перестает быть уроком. А урок это то, что нас сохраняет в нашем уроке, то, что нас ведет по правильному ходу, почему это очень важно. Также вот этот элемент колядование, да, то, что мы говорим. Ключевые тут два момента, да, то, что я объяснял уже, что надо понять, что есть светлые и темные силы, и не на уровне, как сказать, простой говорили, потому что если мы забываем об этом, многие люди, те, которые там, не знаю, занимаются какими-то магическими практиками, еще чем-то, у них часто оказывается так, что они забывают вот этот элемент развлечения в себе культивировать, и в какой-то момент оказывается так, что они уже очень далеко оказались на темной стороне. и, собственно говоря, вот этот элемент перехода от полной темноты, там, утраченного солнца к появлению нового солнца, он ключевой момент, потому что каждый из нас должен понять, что тьма и в нас, и вокруг нас есть, и мы должны об этом помнить и не забывать, но мы выбираем и стремим свою стезю именно к свету, в этом, собственно говоря, ключевая наша задача. Поэтому для простого люда, для обычного, который не озабочен излишне какими-либо практиками духовными, назовем так, но в то же время как сказать, живет до той поры, пока в нем есть достаточный уровень нравственности. Если этот уровень нравственности ниже определенной степени, значит, этот народ уже заканчивает свой путь. Почему важно иметь развлечение между темными и светлыми, и не забывать, что то и другое в нашей жизни присутствует, другое ключевое момент, что через вот это календование пришли люди к тебе и еще что-то, потому что сама по себе скажем, мистериальная составляющая как спектакль, она, конечно же, важна, но ключевой момент, что мы должны как бы в этот момент научиться друг к другу относиться добрее, потому что только сохранив внутреннее тепло, мы можем перейти в следующую составляющую, почему я говорю, вот этот практически каждый день предполагает хорошее застолье с гостями, там, где вы не обременены, потому что земледельство закончено, и вся как бы справа сбруя, которая там понадобится на следующий год, она уже более-менее приведена в порядок. Все дела наши в зимнее время, они как бы предполагают именно сосредоточенное состояние, там, и лучина, ну вот по-другому, где лучина или свеча горит, и мы занимаемся каким-то таким небольшим, там, женщины вяжут там плиту, код, мужчины делают сладкие, там, перебираются, но такое, оно неторопливое и позволяющее как раз переждать темное время, и, собственно, вот, все время четвертую часть, составляющая колокода, она позволяет прийти к этому состоянию, и, как бы, в определенном спокойствии войти, дабы позволить потом радости проявиться в полной теле, вот, поэтому тут, как бы, в разных местностях есть такие, есть и кем, вот, как мы проговаривали, какие, потому что основной элемент бескреальный, который до нас дошел, и который мы сейчас сходим, это все-таки коледование, и ключевым, как бы, моментом, на самом деле, еще до водокреста, там, шестое, 7 января, когда считается первое, вот, нарождения нового солнца, шестое, 7 января водокрест, когда подземные воды начинают свое первое движение, вот, и все, потому что если солнце еще не греет, так как оно будет греть весной, это не значит, что солнце не работает, солнце работает, и работает очень усиленно, почему мы знаем, когда уже полнота определенной набирается дыхание земли и происходит, ну, в феврале зимняя перуница происходит, когда среди зимы и чистого неба, по большому счету, начинает греметь гром, и гром, в общем-то, достаточно большой, подобное повторится через полгода в конце июля. Это что касаемо, поэтому с одной стороны как кутья, то, что варят кашу и кормят и ходят гости, по большому счету, это то время, когда заботами касающиеся хозяина, за исключением каких-то минимальных там покормить, скольки, но если это касается деревенской жизни, где-то что-то, когда мы можем все заботы откинуть и, собственно говоря, поддержать солнце, как я говорил, что наши предки безусловно были уверены в том, что от нашей веры обрыв связи по празднике зависит от того, пойдет ли солнышко дальше, и поэтому все вот эти четыре основные списки нашего коллагода предки, почему я говорю, на куполу мы показываем, что солнышко покатило из горы, в общинах было, что наоборот, что они сообща закатывали клещи к лицу на гору, помогая солнышку перекатиться, чтобы оно проявилось, потому что, как сказать, если мы называем себя внуками, даже божьими, сворожечами, это просто надо говорить, а тот дух, который в нас есть, он является единым духом окружающего нас мироздания, и от наших мыслей, от нашего настроя, от наших действий осознанных зависит очень много в этом мире, почему я говорю, относиться к своему к своему что это не сказка, а вы делаете то, что позволяет миру продолжаться, он говорит, да, солнце и без вас зайдет, а может и не зайдет, понимаете, а может и не зайдет, это вот такой разговор, да, зайдет же завтра и без вас, а может и не зайдет, вот это вот, на мгновение, посчитайте себя ответственным в том, что вы являетесь теми, кто толкает солнце дальше. Поэтому он просто запаситель каким-то количеством печей, да, девушки, вот как раз между карачином и колядой, это вот те ночи, когда перед появлением коляды, в принципе, предыдущие ночи, можно гадать, да, но просто надо понимать, что это гадание еще, как сказать, темной стороны, поэтому его надо делать осторожно, потому что призывы, как бы, считаются, что открыты и темные врата, и светлые, поэтому почему, собственно говоря, многие конфессии не вообще, потому что это, таки, хотим или не хотим магическая практика, она активирует или иные силы, заставляет их проявляться, поэтому как по древнему, да, поверью есть, что гадание на эти дни, оно показывает там девушкам, какие у них будут сужены и прочие, прочие вещи, поэтому гадание, щедрец, дома свечи зажигают, как бы, со всеми домашними надо наладить хорошее отношение, ну вот, в это время, ну, есть возможность помериться, идти к какому-то равновесному состоянию, вот, а так вот, чтобы конкретно, ну, естественно, как бы, 24-го числа обряд, он совершается вечером, он совершается вечером, как бы, приносится первая треба, потом происходит достаточно длинная мистерия, как предпеча коляды, когда дается возможность, когда люди открывают маски, вот эти, вывернут эту луку, шкуру над себя и, в общем-то, дурачатся, и закрывают лица масками, почему, потому что считается, что пока солнце не вышло, мы, в общем-то, достаточно уязвимы темными силами, и если ты закрыл свое лицо маской, то, собственно говоря, темная сила тебя просто не найдет и не узнает, если ты закрылся, ну, и ты, как бы, можешь попритворяться, что ты таковой. Жрецы же, волхвы, в это время продолжают поддерживать огонь до того момента, пока обрыв связи. И первые лучи солнца не потекут уже по земле и освещаются. Вот это и есть как бы наступление великой радости, великого счастья, что солнце народилось, и, собственно говоря, все наши пожелания, которые в эти дни мы, мир покорочен, короченом и колядой направляем в своих молок, в своих требов, в своих добрых пожеланиях, в своих добрых разговорах друг с другом, они восходят туда, и получается много чего интересного. Просто те люди, которые бывали на обрядах, на наших обрядах, они очень четко видят, как во время обряда взаимодействуют с нами погода, как происходит там, как воздвигаются облака, как выходит солнце, буквально там по минутам как-то меняется по ходу движения обряд, и поэтому точно так же любой из вас, я говорю, если имеет, потому что вера у нас начинается с доверия, если имея достаточный уровень доверия к тому, что ты являешься, любой из нас является той силой, которая взаимодействует со всеми силами всемирия, которые всемири созидают, тот, и, как сказать, пожелания того, и будут услышаны, как говорится издревле, вере будет тебе в небеса дверь, потому что проходы именно как раз на вере, а не на уме, не на логическом знании, потому что вера в данном случае мега-рациональное чувство, почему, поэтому оно как бы в обычном мире воспринимается как иррациональное, то бишь, не имеющее под собой логического обоснования, своего ума понять и проявить, оно все-таки очень ограничено по сравнению с теми силами, по сравнению с тем объемом событий, которые происходят вокруг нас в постоянном режиме ежесекунды, ежемгновенно. Алексей? Да, то есть на кориду можно смело говорить уже в нашем смысле, что Божич народился. Да, естественно. Родился, в Асфалье явился, силой единой над землей проявился, к нам пришел, требу от нас нашел, его славим, величаем, добро свое им предлагаем. Вот, поэтому даже здесь вы видите полное пересечение того, что кто-то позаимствовал и, в общем-то, ничего нового выдумано не было, просто были взяты наши древние писания, наши древние представления, наши древние образы, чуть-чуть, несколькими мазками это было все переделано и получился якобы какое-то что-то новое. на самом деле, на мой взгляд, ничего сверхнового выдумано, просто это были какие-то изменения. Итак, давай уже перейдем к вопросам, потому что их достаточно много и вопрос здесь как раз... Ну, вроде бы неплохо, мы раскрыли тему своей помощью и как бы сообщаем. Ну, я говорю, ключевое это настроиться, довериться, помнить, что есть темные и светлые и, как сказать, не путаться и выйти до завтра уже солнышко с 25-го поутру. Вот это добро. Ну, и зажечь огонь перед этим добрыми требованиями. Угу. Ну, так вот, переходим к вопросам, потому что в вопросах есть многие мнения, которые я бы хотел тебе задать, но раз слушатели задают эти вопросы, значит, они мыслят синхронно, получается, со мной и я приоритет даю им. Это Геннадий из Твери. Ты уже ответил, но все-таки я его зачитаю. Вопрос Сурияру. А крест с кругом? Что на церквах? Имеет отношение к Олиде? Да, ты ответил, что имеет. Идем дальше. Вопрос эфира от Владимира Измытича. Сурияр, оградить детей от подарочных угощений? Ведь в подарках могут быть китайская отрава или просроченный продукт? Ну, смысл такой, что, как сказать, как делается экономия, как делается раньше, то дети все, что наколядовали, они приносят потом в какую-нибудь одну из квартир, словно говоря, или в какую-нибудь из хаб, ну и там показывают взрослым, что они наколядовали. Вот. И, собственно говоря, если они хорошо наколядовали, значит, взрослые хвалят и там соответственно определяют все, что наколядовали. Поэтому точно так же делайте, если дети идут передавать, пусть они это не едят все там по подъездам, по подворотам, а пусть приносятся домой, что наколядовали. А там уж вы отделите то, что нужно или не нужно. китайского от не китайского, да? Дальше, дальше идем. Владимир, Змучись спрашивает, Сурьяр, как общинники переносят эпидемические заболевания, если ведут уединенный образ жизни? Ведь иммунитет на последние штаммы мутирующих вирусов будет отсутствовать. Ну, просто общинники это не значит затворники. на то пошло на несколько общин, которые там в Тверской области, там в Сибири, на Дальнем Востоке, которые, ну, практически не общаются, да, с внешним миром. Вот. Ну, в этом есть определенная угроза и сложность, скажем так, но в сегодняшний день то, которые придерживаются зачатки, зачатки, потому что полновесными общинами, наверное, еще можно, не Ганадор, они все-таки интегрированы в общество, а как раз очень мало, только чувствующие выборы этих городов, какие-то, потому что самая больная тема, что я касался и даже как-то предмет, что мы не умеем слышать друг друга, что мы на эти вольные почти не способны договариваться. И я бы не стал нас всех в этом ввинять, просто смысл такой, что те, которые формируют общий информационный поток в течение последних, может быть, по 50-ти лет, они приложили все усилия, чтобы мы были сначала в раздраве с собой и потом категорически не имели возможности с кем-либо договориться, потому что нет понятия о том, как договориться, нет понятия, о чем договориться, и нет как бы общего действия. А в нашем случае там на чате национально ориентированной ребята приходят, а что же будет? Я говорю, ну так у вас хоть какой-то образ будущего есть, хоть у вас в одной голове куда вы призываете? Нет, все смотрят только налево или назад, или там в лучшем случае на право, вперед никто. Вот эти нам мешают жить, надо нам от них избавиться и наступить счастье. Я говорю, ну вот избавимся от них, ну там есть такая западная присказка типа бей жидов, спасай Россию, так продолжай, что побили, ведь Россия не послитит. Ну это как бы смешно, первая проблема, то что мы пока не можем договориться, в этом есть основная проблема всего движения русского советского и, собственно говоря, того, что мы свой порядок, свой порядок пока сами не понимаем, поэтому мы его не можем установить. не у себя было и Алексей. Да, я тебя понял. Наполовинку делать нельзя, да? Иначе дело будет проделано. По образу будущего, вот я тем, как бы, в последующих случаях все-таки задаю, вы думаете о том, как хотелось бы вам, чтобы выглядела ваша земля, ваша жизнь через 5 лет, через 10 лет. Не надо загадывать условно 22-24 век, ваша жизнь через 5-10 лет. И просто поймите, что простая формула, как раз, чем вы, ты там живешь, даешь жить другим. Значит, ты должен ознакомиться не только о себе и о своей семье, но и о том, чтобы вокруг тебя и с тобой людям было хорошо. Вот, если ты эту мысль в себя пустишь, то, значит, ты начнешь строить вот такой мир. Вот здесь образ будущего и поэта. Как сказал, помню, один мудрец из наших русских, говорит, прежде чем что-то делать, подумай, будет ли это добром восприняться всем кого-то иначе. Вот, и все. И хотя бы подумавши об этом немного, Алексей. Да, следующий вопрос от Анны из Бешкека. Сурьяр, возможно ли на Каледу дарить детям подарки и какие основные традиции были у наших предков на этот праздник? Ну, как-то сейчас там еще продолжение, там еще написала на предков наш праздник, кроме просто мы живем среди людей, которые считают себя мусульманами и калятки проводить просто не получится. Ну, как бы, с одной стороны могу, наверное, вам подсочувствовать немного, но по сути то, что как мы помним с детства сами те, что приходил Дед Мороз и всем нам дарил подарки. Это же не придумка условно там советского времени или что-то еще. Потому что каляда это то же самое, что вы дарите подарки чужим детям, вашим детям тоже кто-то дарит подарки. Это тоже вот этот элемент взаимопроникновения доброты. Вот, это да. Но у вас если там определенная сложность, ну не как бы сделайте хоть какую-то добрую сказку для своих детей, сделайте им подарки, потому что Дед Мороз это наше все, в том числе. Алексей. В общем, да, найти выход из любой ситуации можно. Если вас окружают люди, которые не понимают, почему именно вы упоминаете слово каляда и какие-то другие слова неизвестные, непонятные, ну тогда говорите на их языке. И это будет выход из ситуации. Вы никому дорогу не перейдете, никого не озлобите, но при этом своим детям уже сможете растолковать, что это было на самом деле ужином. Так что вы взрослые люди, ищите варианты выход из ситуации. Дальше. Сергей Сын Леонидов. Вопрос в эфир. Земной поклон прияру и всему честному народу. Как отражается и передвигается високосный год на колоход? И есть мнение, что високосный год трудный? Ну, есть такое мнение, оно везде ходит по моему внутреннему ощущению, почему-то да, или я здесь точно так же попадаю в одном вопросе. Почему-то событийных рядов, таких достаточно трудных, порой тяжелых, их достаточно много. Именно на високосный год. Мы пока были вне эфира, я сказал, что сейчас там двое старцев наших славянских вчера и сегодня отправились. И сварга им причистая и легкий путь во свет лунах желают. Вот таким образом, перед Корочуном, представьте, как это более серьезное дело. Причем один жил в Питере, другой жил на Волге, они отправились один вчера, другой сегодня. Так что их помянем добром словом, пусть движутся, будем ждать их на следующем круге. Да, сварга причистая. Итак, следующий вопрос, Анна Владимировна. Вопрос эфир. Сурияр, как же праздновать кориду около двух недель? У нас идет пост до 19 билет, да еще и день успокоения попадает в этот период, когда не получится пост соблюдать? Я так понял, пост мусульманский? Нет, пост имеется в виду по староеческому календарю. Анна придет к староеческому календарю, там как раз выпадает пост. И в общем у нас задает вопрос тогда, придется пост не соблюдать? Ну, просто у поста как таковое есть основное назначение. Какое, Алексей, ты, может, подскажешь? Какой смысл по сути? Но если аббревиатуру мы берем, если мы расшифровываем по буквице, то это полночищение собственных средств сотворяешь. Если мы просто говорим, то это воздержание и добрые мысли. То есть никакого зла, это очищение своих телес через еду, очищение своих телес через энергетические упражнения, очищение своих телес через мысли. Вот если так упростить до современного. И поэтому, на мой взгляд, две недели, про которые говоришь, они касаются и до того, как придем к колиде, и после того, уже в колиде мы побывали. Поэтому здесь надо подходить более, наверное, философски к этому вопросу. То есть пост заключается в том, чтобы не делать что-либо злое, не делать каких-либо гадостей, а наоборот, быть осознанным и спокоенным. Поэтому я не вижу здесь противоречия. если, к примеру, я буду соблюдать пост, то в этом случае встреча солнца, встреча нового божища, встреча нового рассвета нашего времени, оно наоборот будет очень хорошо с этим сопрягаться и сочетаться. Так что проблем никаких я не вижу в этом. я тут полностью согласен. Очень хорошо слово на тебя перенаправил. Смысл, как ты сказал, все-таки ключевая задача поста это внутреннее очищение, а не попытка уморить себя теми или иными продуктами или их отсутствием. По большому счету, поэтому когда кто у нас долго движется, говорит, а вот как к посту относитесь? Ну, христиане сейчас спрашивают. Он говорит, а мы всегда на посту, нам проще. Не мучаемся. В общем, да, я с тобой согласен, что не надо переводить пост в просто непоедание чего-то скоромного, как говорят христиане. Это не желание себя уморить и незадача себя уморить. Можно питаться пост очень вкусно, очень хорошо, но при этом пост будет полностью соблюден. А те, кто вообще находится на вегетарианской пище, тут вообще с постом вопросов никаких нет. Есть сыроеды, так там вообще все замечательно. Мы с тобой знаем про наедов, там вообще все хорошо, там вообще все чудненько. На стопроцентном посту все время, да. Так что там такой жесткий пост, но при этом люди радостные, довольные, телом крепкие, все хорошо, замечательно. Так что не пост красит человек, а человек сам себя. Вопрос в эфир от Михаила Заминска. Сурияр, помогите разобраться, как себя вести на Калиду, если прошло 40 дней по отцу. Ну, видимо, отец ушел в мир, но и вот он задает такой вопрос. Ну, тут видите, как раз наложение с одной стороны, просто как бы вот конфетия Литянская, она нам, к сожалению, привила достаточно большой страх смерти и негативное отношение к этому силу, потому что если ты народивший знаешь, что пройдет коловращение твоей жизни и мера бытия будет выбрана и ты отправишься и это с самых младых ногтей во все обстановки от всех взрослых там и понимающих ты это слышишь, то смена мерности воспринимается ну, отправился мы, ждем тебя на следующем круге и все и все хорошо, поэтому просто как бы 40 дней считаются вот эти тонкие тела наши, которые не стали частью нашего сознания они разрушаются и, собственно говоря, уже очищенное малое тело восходит через 40 дней потому что 3 дня, 9 дней это издревле известно и просто тут как бы сам элемент потому что скорбить может быть вы и скорбите и я не могу вас в этом упрекать потому что отец это большая величина для любого человека в жизни и как бы ни одного плоти связанного очень серьезными духовными узами вот ну такой это как бы часть нашей жизни смена межности бытия нашего поэтому надо как-то найти в себе силу найти в себе добрую добры покой а за ней найти добрую радость то что время тот родович который был славен и был для вас отцом по телу но родовичем в едином духе отправился для того чтобы в роду небесном быть вашим представителем помощником мудрости своей вам наделять ваших детей ваших внуков и там он может быть вернется старше вашим внукам или там своим правом так часто и происходит поэтому просто тут есть определенное наложение что короче и коляк если не приходится просто открытые темные и эти почему тут надо определенную длительность пронять обрыв связи и тем как его вложить на краб мы очень долго рассказывали дорогу в течение одного двух трех дней как он должен идти что он там может здесь потому что сейчас очень многие люди по смерти не будут кипятовыми к смене мировости бытия они зависают здесь вот на где и пока не раздоров они цепляются за физическое тело и частью за счет этого они сохраняются на мотарах они не ставят и еще не могут понять что они не слои погибли проговариваются проговариваются через тело до души доносится вот это обносит если время пришло погибли поблагодарите богов поблагодарите предков пусть они примут вашего отца пусть они если вдруг он не сумел понять что мера бытия его выбрана здесь чтобы он это понял чтобы он зашел потому что там будет правильное колобращение силы и духа Алексей да я думаю что необходимо понимать что слово траур в современном представлении оно означает совершенно не то что было когда-то давным-давно траур это что-то более возвышенное а не просто слезы и стенания постоянные и хождение в черном поэтому в трауре в более древнем смысле этого слова все-таки быть возвышенным и радостным радостным потому что жизнь человека закончилась здесь в этом мире то есть мера наступила и он переходит в иной мир где будет его встреча по заслугам его по заслугам которые в этой жизни произошли я надеюсь что отец был хорошим человеком и ничего плохого в новом мире у него не будет с ним не будет происходить поэтому рыдать стянать смысла не хорошие мысли постоянно в его сторону пускать от себя вот это следует делать и пускать хорошие добрые мысли в сторону какого-то человека можно и в празднике тоже когда он может смотреть и радоваться наблюдать за тем что происходит и то что солнышко нарождается и он после этого уже 40 дней он уже уйдет туда это тоже хороший символ так что мне кажется никаких проблем здесь нет и переживать по этому поводу не надо надо просто чтобы мысли были светлые и добрые по отношению к нему обрыв связи и попробовать как-то еще с связью поработать чуть-чуть как ты думаешь ну давай сделаем это и еще берем да то как-то у нас связь прерывается и так 4 минуты я думаю нам хватит вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что по одному из старинных календарей десятый день месяца божественного покоя и божественное сияние покоя и мир 725 лета третенек по одному и современному 20 декабря 2016 года вторник школа родовой мудрости это серия передач и сегодня мы говорим про коледе и сегодня мы говорим про коледут что-то я всем уже заговариваться начинаю автор соведущий Сурияр отвечая на вопросы наших радиослушателей которые они задавали в чате народного славянского радио итак ездный вопрос который пришел от Михаила нет мы уже поговорили от Владимира из Матиши Сурияр утро день ночь и сварга ночь сварога внутри человека да или это внутри человека или вовне человека в том общепринятом на сегодняшний день выражение это как раз события происходящие по большому счету во вселенной или в галактике поэтому они длятся не одну сотню а тысячи лет и поэтому потому что как в индийской ведической традиции есть понятие дыхание брама вдох мир исчезает выдох мир появляется и тут не не такая позиция но смысл такой что ключевая мысль наверное в чем заключается все что нас окружает это есть яфинаф а проще сказать танец света и тьмы и соответственно есть те времена когда мы выходим на большую как бы близость и прямое взаимодействие с центром да нашего всемирия это не солнечная система это значительно больше скажем мы можем обозначить как центр галактики и тот свет который сознецает жизнь который проявляет всемирие становится более интенсивным более интенсивным и мы потому что как вот я там неоднократно мне кажется Гера говорил что когда свет попадает на то что готово свет принять ну вот условно на землю да там происходит рождение ну да трава колотится и там все всем растем вместе с солнцем когда солнце или свет слабеет все перестает расти если свет еще слабеет все начинает разрушаться и здесь примерно такая же позиция что мы как набираем какое-то количество светимости наша звездная система вот наше солнце вокруг нас она тоже какое-то количество света потому что надо понимать что эфир так называемый или по нашему вар непроявленная материя темная потому что вар это одно из состояний базовое оно способно принимать в себя свет его в себе накапливать аккумулировать и пока этого света хватает идет трансформация преображение проявляются новые формы проявления жизни возникают ну как новые миры в том числе но когда это расходуется вар начинает стремиться к своему извечному покою и как сказать из более сложных форм переходить формы более простые это и как бы и называется темное время по большому счету что как сказать тьма она вар в данном случае он безусловен потому что он пребывает в вечности свет бывает или более интенсивен или менее интенсивен или бывает вообще отсутствует а вот это и есть ночь сварога когда свет практически не проникает а вечер или утро это когда свет не еще не набрал ту интенсивность которая позволит проявиться новому во всем мире вот что такое утро день ночь вечер сварога Алексей хорошо идем дальше Ярагор вопрос эфир Сурьяр расскажи вот за то долгое время что ты проводишь обряды есть ли ощутимые изменения в тех кто приходит на славление и празднование тут не к самим обрядам даже сам вопрос потому что обряды делаем иногда может быть чуть лучше иногда может быть не так хорошо но как бы после какого-то времени достаточно длинного потому что каждый обряд стараешься разобрать понять удалось все ли удалось до какого уровня небес удалось отправить требу и собственно говоря но как показывает практика что если обряд сделан хорошо добро то те требы которые были в нем высказаны заложены то они проявляются и через полгода и через год и через полтора и через два и возможно и дальше ну вот просто так вот свою какую-то внутреннюю статистику скажем так или свое запоминание внутреннее какое-то мы ведем в том плане что какие были требы и что потом проявилось есть люди которые там условно побывав один раз на обряде там ну и там пройдя именно лечение почему-то считают что они уже как бы получили максимум невозможного потому что тут у нас всегда есть две позиции люди приходят на обряд чтобы собрать общий духовный ход чтобы собрать я говорю у нас есть там там шутка в доле шутки у нас есть два кошек говорю есть кош которым мы собираем наши усилия там денежным там в любом виде чтобы проявиться в мире явися обща и духовный кош собираем точно так же чтобы нам быть единым духом целым вот а люди часто приходят говорят а что вы пришли ну вот что-нибудь там очиститься или что-то получить я говорю ну чтобы получить надо подумать может быть о том что стоит что-то отдать потому что как мы говорим на кальпичах ставим толпы свет огня которые собственно говоря еще какое-то время на некоторых кальпичах они постоянно стоят эти толпы они вот по старой как бы самых древних времен известной практике что да место намаливается место нарабатывается место становится хранилищем и источником света для окружающей местности и соответственно там происходит а с людьми происходит тогда когда они начинают обряд воспринимать не как этнографический спектакль да ну потому что к сожалению во многих местах люди делают нечто по описанному не имея там не необходимого уровня дара не необходимого уровня посвящения и там большей частью это спектакль но даже я в любом случае этих людей не упрекаю просто если хотите мы как-то поможем расскажем расскажем если там хотя бы начаток дара есть мы можем помочь сотворить обряд ну и человек уже потом в принципе сам может это двигаться ну и собственно говоря первичное посвящение на потвор обряд точно так же мы можем давать ну и человек где-то полугода года обучается и в общем-то уже как правило если первичный начаток дара есть значит мы можем поэтому изменения происходят с людьми из одного обряда очень большие и серьезные ну при условии опять же частоты запроса и степени погруженности в обряд ну я говорю задача же на обряде двоякая не только получить потому что если реально нам разобрать то о чем я говорю неоднократно светимость да то светимость обряд это первое место где мы можем поуполнить свою светимость то о чем я говорил саккумулировать потому что когда мы сообща делаем обряд оба ряда ряд земной и ряд небесный соединены значит есть возможность именно вышнего света пройти сюда к нам ближе и этим светом мы можем не питаться но надо понимать что надо заботиться не только о себе но и в лучшем случае о своей семье как я сегодня говорил насчет колен гляда что наша задача заботиться о том чтобы вся наша земля процветала поэтому меняются все ощутимо меняются те которые работают над собой потому что если ты пришел от общего дернуть что-то на себя во время обряда да ты это получишь но как сказать это не будет как правило не являет долгосрочной пользой поэтому отдавая трансформирование почему я говорю вот этот колядные дни избавиться от того или иного порока который нам мешает двигаться вперед к нашему пробуждению просветлению это наши слова чтобы никого не водить поэтому я говорю это всегда зависит от самих людей потому что те которые хотят заниматься потому что есть люди которые там можно поучиться кто-то на жреческий кто-то просто духовный у кого-то какие-то проблемы в семье или по жизни давайте поучимся потому что если веду ты знаешь она в любом случае начинает тебя выводить на более правильные жизненные ходы ну а соответственно я в этом плане могу достаточно большому количеству людей помочь Алексей так хорошо идем дальше вопрос эфира от Олега из Иркутска здравия Сурьяр какие природные явления падения метеоритов солнечные лунные затмения и прочее считались знаковыми для наших предков старину и какую трактовку они получали от жрецов волхвов если такие события случались на празднике например на колледу благодарю ну как бы событий случается много и как бы все природные события они заслуживают внимания как таковое то что толкование как бы мы знаем бывало часто ну условно на метеорит на комету на затмение оно часто бывало как бы на злобу дня и корыстности вот поэтому безусловно и потому что одно и то же ну условно затмение солнца это событие которое повторяется достаточно часто и оно не может быть одинаково утолковано не то что там люди прогневили небеса поэтому солнце закрылось ну как бывало неоднократно пользовались те или иные деятели на этой ниве не говорю про славянских а в целом среди всех народов вот ну как бы согласно легенде когда родился бус белаяр один из первейших как бы по сути духовную линию мы продолжаем с одной стороны да была комета которая засвидетельствовала о его появлении собственно говоря там тема что вот про Иисуса да там насколько правильно неправильно что ну по крайней мере основная легенда что звезда на востоке это как раз комета которая свидетельствовала о том что спас спас потому что бус белаяр тоже был спасом даже бог был спасом сам был спасом море был спасом это духовные прародители собственно говоря нашего обыча нашей традиции вот современные там более подные продолжатели Радомирский Саровский это тоже кожеление на самом деле поэтому однозначное толкование за вот тот или иной метеорит то нет ну как бы там бывало что там черная звезда какого-то вот тоже подряд признание как-то возникало ее как-то волху видели позиционер говорили вот ждет нас година лихая трудная вот что это такое это только так вот как бы по практически по изотным преданиям передам как ее определить я на сегодняшний день не возьму а так вот общее какое-то расхожее толкование вопрос вопрос интересный как бы объемный но как бы я не могу на него дать однозначно метеорит это то комета это то засмеи это то красная луна это то как сказать еще какие-то наводнения вот это там ураган мы там бывали как-то видимо в той или иной степени выступаем катализатором катализаторами там активаторами через обряды тех или иных событий ну как-то просто на коляду на купалке была золотая радуга сначала одна потом вторая часть третья именно золотая и под ней было все залито солнцем они как раз мы были не солнцем а золотом цветом таким мы как раз стояли на этом капище и славили перона вот ну естественно все кто был на капище для них это было воспринято как безусловно великое чудо но это и было великое чудо потому что такой большой радуги золотой я ни до ни после никогда не видел поэтому огромное количество всевозможных природных событий ну как и толковать однозначно такого наверное потому ведуны не на само событие смотрели а устремляли свой взор в более высокие небеса чтобы получить отклик и понимание о невысосовых испальцах Алексей да я думаю что каждое явление природе оно должно трактоваться к месту и ко времени невозможно на каждое явление которое возможно произойдет когда-то дать вперед какое-то четкое пояснение так что вот это надо все учитывать будете учитывать значит будете правильно трактовать если не будете учитывать тогда вы природу будете превращать в религию где все постоянно и неизменчиво есть какие-то догмы природа даже если вы будете называть храм природы то в этом случае природа не может быть религией вот это надо все понимать идем дальше сын Леонидов Сергей задает вопрос в эфир с 21 на 22 декабря празднуем Калиду можно сказать здесь написано Калиду как написано можно сказать это славянский настоящий Новый Год Купала тоже как Новый Год ну не так конечно как сказать Купала это высшая точка Кологота а так как бы на рождение солнца но у нас как по разным местам и по разным временам все таки кто-то алло Алексей да-да я слушаю а просто как-то что-то щелкнул по разным местам кто-то условно на Камаидицу праздновал Новолетие кто-то на Таусе Новолетие ну осеннее равноденствие кто-то Новый Год ну вот а мы включаем новое народившееся солнце именно на Каляну да а на Купала это его полнота то бишь высшая точка солнцестояние это не не Новый Год это как раз первый год а высшая точка года это Купала это самый главный наш праздник когда силой солнца ярого мы все насыщаемся когда мы поливаем потом и условно связанием радости и доброй водой нашу землю и вместе с солнцем вместе с землей мы вот делаем это великое дело проявление новой жатвы нового урожая которое как бы подволит нашим родам продолжится поэтому кто бы нам ничего не говорил там доллары евро или рубли самое главное что помогает человеку выживать это регистативная способность растений вот и все и поэтому этому мы радуемся первое условие что мы участвуем в общем кровообращении жизни и солнце и земля наша нам в этом помогает Алексей да согласен с тобой что трактовок огромное количество в каждом роду в каждом направлении есть свои представления о том что когда нужно справлять новолетие кто-то весной кто-то осенью есть те которые вот на коледу новолетие отмечались думали это не возбраняется у каждого свое представление от этого ход времени и ход солнышка не изменится надо просто как-то будет в дальнейшем самому человеку определиться и понять когда что происходит когда лучше праздновать новолетие когда у тебя полная закрома или когда у тебя наоборот все закончилось когда только солнышко народилось или когда оно уже входит в полную силу к примеру здесь наверное мы сейчас обсуждать это не будем не передача по новолетию у нас сегодня все-таки по коледе так что просто надо понимать сколько людей столько взглядов на жизнь сколько взглядов на жизнь столько и может быть традиций поэтому идем дальше вопрос эфир от Андрея из Екатеринбурга Сурияр подскажи как правильно найти и выбрать поселение вблизи своего места рождения чтобы не попасть на людей другой религии вот так вот я переведу его вопрос здесь как-то он уничижительно звучит ну тут вопрос же в чем заключается не в том что как правильно найти потому что чтобы правильно найти ты должен сам быть в той или иной степени правильным да а правильным я переведу это слово таким образом иметь внутри себя определенное правило правило которое ведет тебя по жизни и поэтому ты только тогда с людьми ну это касается любого из нас я ни в коем случае не я наоборот приветствую людей ищущих и крайне стараюсь их там по крайней мере морально поддержать вопрос в том что если ты сам понимаешь кто ты что ты куда ты движешься и зачем у тебя практически ход сам собой организуется просто у подавляющего большинства людей к сожалению нет ответа на эти вопросы и как бы они движутся просто по сути блуждая вот условно от стола до туалета это вот у них в большей части примерно так же и складывается поэтому там условно ткнуть пальцем на тех или на тех потому что есть несколько правил которые позволяют людям осуществлять общинно жить и и вот и все я их сейчас предлагать не буду потому что это как бы будет попусту потому что их надо как бы истолковать мы как с Алексеем договаривались что мы конкретно этой теме посвятим может быть не одну передачу общинно житью каким образом выбирать начальствующих каким образом определять духовных наставников каким образом собирать кож каким образом взаимодействовать там с властями взаимодействовать друг с другом какие устраивать способы хозяйствования все вот эти вещи надо проговаривать поэтому мы немножко подготовимся я думаю там может быть в феврале сделаем передачу на эту тему согласен идем дальше вопрос эфир от Анны из Бишкека Сурьяр подскажи начинать приносить требы к леде и возжигать костер можно вечером в начале славянских суток или утром когда лучше нет ну я же говорю что по сути мы как вот считается последняя ночь перед к ледой она откорочена начиная вот эти три ночи они самые темные и как бы по старому волпы все время жгли огонь не угошая его ни на мгновение вот по нынешним временам конечно нам сложно это делать поэтому мы вечером начинаем и собственно говоря у кого есть силы те будут поддерживать огонь всю ночь до рассвета вот и все по уму как сказать сколько по сути сколько у вас хватит сил сколько жгите огонь просто потом не забудьте дождаться это самое и с умытыми лицами и с открытыми глазами и с улыбками лица встретить с криком слава суре слава солнце нашему слава к леди бой не забудьте это сказать от всей души от чистого сердца и тогда вот те лучи солнца нарожденного если вы откроете они у вас высветят самые темные выжгут самые темные откроют вам такие главные веры достаточного уровня до верия и главное еще открытого сердца когда вы это все говорите от сердца до по вере и когда еще и разум здесь подключается сходится в едино вот как раз те три параметра которых ты говорил то ну чудеса происходят на самом деле вопрос эфир чудо это чудо доступное каждому из нас потому что по вере будет ваш ход вера я говорю начинается от доверия глубина доверия позволяет глубже войти уверенный человек безусловно он уже получает намного больше нежели сомневающихся потому что он сам есть преграда для своего преображения и заключение вопрос от Олега Зиркутска Сурьер поясни смысл заповеди бога сварога на единую жену должен муж посягать а иначе спасение вам не видать не узнать ведь в славянской ведической традиции нет понятия спасения как у христиан просвети сей момент про что идет речь благодарю ну мы уже неоднократно в эфирах на самом деле этот вопрос в той или иной степени разбирали там на единую или не на единую жену постигать а если что касается спасения но скажем просто мы мы с вами знаем как бы источник этих как бы из какой из книг взяты эти фразы но под ними есть как бы определенный смысл и в то же время как бы он не безусловен потому что мы разбирали что бывают такие события и родом и природу это предусмотрено что как сказать чтобы роды множились если как бы мужей выбили там в связи с войной или там с какой-либо другим лихолетием то жены плодные те которые способны рожать здоровых детей не остаются без участия весь род помогают тем чтобы они смогли продолжиться чтобы род через них набрался твою силу вот это это тоже а насчет спасения ну спасение да это все таки больше христианское хотя само слово спасение да оно наше оно подразумевает все таки в христианстве оно поменяло само значение в данном случае что спас спасаются они как правило от ада если не спасся попал в ад ну вот если спасся значит ну как бы в ад не попал может быть куда-то в другое место переместился в нашем случае то что мы как бы можем назвать спасением это значит как уравновесить себе начало своей и выбрать путь света потому что спасение у нас как сказать если только ты провалился очень глубоко во тьму тогда как бы только родовище твои могут помочь себе оттуда выбраться ну как бы молу за тебя сотворяя и условно уравновешивая тебя с небесами чтобы ты от тяжести как бы заблуждений злобы своей облегчился и снова смог принять в себя свет потому что есть морок а есть мрак или там миры пекельные если ты упал туда глубоко значит светимость у тебя так не что ты уже не можешь свет принимать и только условно какая-то забота ближних родовища от тебе как правило если человек уже до такой степени ближних у него не остается вот только здесь у нас условно может быть приемлемо слово спасение да спас потому что если ты идешь правили если ты идешь по стезе правды по стезе прави то как бы у тебя просто есть кола вращения до того момента пока ты не станешь настолько наполнен светом что в славь взойдешь вместе с предками родными поправе встанешь Алексей да я с тобой согласен в том что есть слова исконные есть слова с подмененным смыслом если мы говорим про религию то в данном случае надо понимать что слово спасение относится не к человеку а к тому кто его спасает то есть всегда есть какой-то посредник или божество которое через посредника человека спасает в наших же традициях в нашем представлении в частности в ведическом человек спасает себя сам он сам отвечает за свои поступки он сам проходит те миры которые в которые его помещают с его же уведомления с его же согласия только сам сам рождается сам живет сам процветает или здесь разрушается наоборот сам уходит из этого мира самостоятельно сам вот тут как раз и есть четкое отличие религиозного представления от нашего исконного поэтому спасение имеется ввиду не с точки зрения что кто-то придет тебя вытягивать какой-то очередной пастух или какой-то бог придет тебя спасет нет если ты сотворил что-либо нехорошее то в этом случае тебе придется нести ответственность и в этом случае ты попадешь в какую-то неприятную ситуацию вот и все поэтому спасение здесь и с точки зрения не вот как здесь сказано не христианского надо тогда уж по буквице разберите и посмотрите что там получается так ну что все вопросы мы с тобой озвучили наверное вот тебе такой посыл от Сергея сына Леодинова Айда Сурияр грамотно растолковал молодец стараемся на то и направлены мысли что же давай наверное будем уже подводить итог сегодняшней нашей встречи какие-то мысли может быть по коледе по тому что перед ней или после нее может быть так в голову сейчас пришли ну не пришли так просто пожелать что-то доброе хорошее нашим радиослушателям ну я бы что хотел пожелать наверное то же самое что и всегда особо мысли у меня в этом плане не фонтанирует и не разбегается просто сейчас мы как бы четко понимаем что с одной стороны и многие ведущие об этом говорят что плотность тьмы с одной стороны велика а с другой стороны мы уже четко ощущаем вот прибытие света вот и все и поэтому каждый из нас чтобы я посоветовал и всем пожелал и в первую очередь самому себе избавиться от как бы ненужной гордыни самости избавиться от эгоизма и как сказать посмотреть посмотреть вокруг кому хотя бы из ближних ты можешь сделать добро добро и не важно в чем это выразится для кого-то будет достаточно улыбки а для кого-то там может быть придется хорошо породить но и то и другое будет на пользу почему я говорил что колядные дни и издревление ни на что что мы как бы настраивались на щедрость почему вот щедрец этот вечер с 31 на 1 на щедрость по отношению друг к другу потому что живешь сам помоги жить другому вот это как бы первая основная наша заповедь которая позволяет нам именно не тырить друг у друга там условно мелочь по карманам как сейчас большинство людей к сожалению этим занимаются потому что нас ввели в это состояние но и мы точно так же ответственны потому что как только ты начинаешь сознавать значит ты должен отвечать за то что с тобой происходит вот а до того пока мы не научимся друг с другом делиться искренне у нас богатства не прибавится вот эти поэтому вот эти дни я почему сказал что надо сосредоточиться просмотреть прошедший год вспомнить кого ты может быть неправедно обидел или с кем-то несправедливо поступил и постараться вот этот свою оплошность этот свой непройденный урок все-таки успеть пройти и следующий как бы к новому солнцу выйти радостным с умытым лицом с широкой улыбкой с чистым легким сердцем вот это я всем хотел бы пожелать в преддверии коляды и короче на завтрашний день благодарю тебя за теплые хорошие пожелания в свою очередь мне остается сказать следующее что на мой взгляд время религий проходит и приходит время ведания хотите вы это не хотите нравится вам это или не нравится но это неизбежно как восход солнца это неизбежно как сама жизнь жизнь мудрее нас поэтому у тех кто не согласен с этим выбор достаточно небольшой и либо уйти отсюда потому что лучи солнца нового прогонят его либо все-таки каким-то образом смириться и начинать жить по совести сложно согласен кое-кому но придется напоминаю что по одному из современных календарей 20 декабря 2016 года вторник по одному из старинных 10 день месяца божественного сияния и покоя мир 7525 лета третейник мы говорили в школе родовой мудрости про каледу сурьяром за что низкий поклон ему и естественно благодарю вас друзья мои за столь активное участие своими вопросами и репликами в чате народного славянского радио прощаюсь с вами желаю вам всего самого доброго с вами была народное славянское радио до новых встреч услышимся народное славянское радио все нужно все важно народное до новых встреч субтитры до новых встреч Продолжение следует...